Продолжение следует... Первое из этих предостережений — Сатам Ниндам — не следует оскорблять преданных Кришны. Без преданных Кришны Кришны не бывает. Итак, мы всегда хотим быть крайне осторожны в своем отношении к преданным. Потому что через посредничество преданных мы обрели связь с Кришной. Далее есть боги и богини. Но эти боги и богини, все они приходят в дом Нанды и Яшоды для того, чтобы принять участие в праздновании рождения Кришны. Кришну называют Дева-Дева, бог богов. Что говорить о богах и богинях этого мира, если, как нам говорят, даже сам Маха-Вишну мечтает обрести Даршан Кришны? Третье оскорбление — Гуру-Равагья. Третье оскорбление — Гуру-Равагья. Гуру — это сам Абсолют, который не зашел в наши относительные обстоятельства. Кришна говорит, «Ачар-джам-мам-биджани-ят-нава-ман-йета-кар-чид-намар-тя-будья-су-йета-сарва-дева-майо-гуру». Сам Кришна говорит, «Пойми, что Гуру — это Я Сам». Далее следующее предостережение касается Писаний, в особенности Писаний, провозглашающих высшее положение Кришны. Они — амная, что означает «богооткровенная истина». Эти Писания могут представить в этом мире в пассивной форме, как книги или же в форме электронных файлов. Но следует помнить, что на самом деле это живая, сознательная духовная субстанция, лишь предстающая перед нами в таком облике. И по милости Гуру и Вайшнава нам может быть явлен отблеск их положения, сверхсознательного положения. И в Писаниях есть множество удивительных, поразительных утверждений, в том числе некоторые слова о могуществе святого имени Кришны. Не надо думать, что эти слова Писаний о славе имени Кришны — это плод воображения или преувеличения гипербола. Также нам не следует думать, что мы в состоянии интерпретировать, переводить святое имя. И из гугла мы поймем, что такое святое имя. Но святое имя — это Сам Кришна. Вы можете познать Его только до той степени, до какой Он Сам захочет раскрыться перед вами. Шрила Гуру Дев говорит, если вы сделаете себя достойными приемниками, то вы будете удивлены, сколь великие откровения придут к вам. Но не думайте, что опираясь на силу своего ума и свои интеллектуальные способности, мы сумеем расшифровать тайный смысл имени Кришны. Далее, в Писаниях мы можем услышать такие утверждения, как «Одно повторение имени Кришны способно отменить последствия большего числа грехов, чем можно было бы совершить». И мы можем подумать, замечательно, значит, получается, что я могу грешить как угодно, потом один раз повторив «Харе Кришна», я стану снова девственно чист, как сибирский снег. Но если мы подобным образом не искренне в своем подходе, то чего нам ожидать? В конце концов, главное, что требуется, это искренность и вера. Ведь понятно, что сейчас мы обращаемся к этому, находясь в сравнительном невежестве, находясь в сравнительном несовершенстве. Но мы верим, что совершенное способно нас очистить и исправить. В Южной Индии в некоторых храмах заведены такие правила, что западные люди не имеют права заходить в их храмы, поскольку считается, что западные люди в этой жизни совершали определенные грехи, и даже если человек в этой жизни уже оставил эти грехи, все равно считается, что в этой жизни таковы их правила, таковы их традиции, уже не может войти в этот храм. Ему нужно ждать следующего чистого рождения. Итак, однажды Ачутананда Прабху, ученик Чила Прабхупады, в Южной Индии встретился с одним таким Ачарией, который утверждал, что нельзя западным людям по этим причинам заходить в храм. Ачутананда Прабху задал этому Ачарии следующий вопрос. Скажите, а по вашей оценке, как вы считаете, что сильнее, «Оскверняющая сила грехов или же очищающая сила Святого Имени Кришны». Тот Ачария не нашелся, что ответить. Но нам не следует злоупотреблять этим. Ведь подобное очищение — это лишь побочное следствие Святого Имени. Также нам не следует думать, что повторение Святого Имени — это один из многих видов благочестивых практик, полезных практик, существующих в этом мире. Ведь повторение Святых Имен — это высшее духовное занятие. Жай, Срепат, бидай, раман, прабху, ки, жай. And, what else? And, I think I've covered most... Фаевлес? Huh? Фаевлес? Ну, I said you need faith, shraddha. And, lastly, Śrīla Guru Mahār says that, gives an example of some men, they're rowing their boat in the dead of night, and when the sun appears, they see their boat has not advanced. Наконец, Śrīla Guru Mahārājša описывает такую ситуацию, говорит, представьте, что люди сидят в лодке и грибут изо всех сил на протяжении всей ночи, но утром восходит солнце, и они видят, что их лодка не сдвинулась ни на метр. Потому что осталась привязанной к причелу. So there's always some mundane attachment we have. It's different for different people. But that, while we're chanting and trying to make spiritual progress, chanting, serving, associating, that one thing, if we don't break it, it will arrest our spiritual progress. Потому что всегда есть какая-то одна привязанность. Она у каждого человека может быть своей, но у каждого есть какая-то привязанность, за которую мы держимся, и которую мы не готовы отпустить, даже повторяя Святое Имя. И эта привязанность мешает нам расти, мешает нам отправиться туда, куда зовет нас Святое Имя. So we can think, oh, there's so many things we're being told to remember. Итак, мы можем сказать, ну как же я запомню все это? We're told, all of it's encapsulated in one principle, always remember Krishna, never forget Krishna. Но нам поясняют, все это можно подытожить в одном принципе. Всегда помните о Кришне, никогда не забывайте о Кришне. That's all you have to remember. Это все, что вам нужно запомнить. И будьте искренни в своем обращении. Ведь мы приглашаем, зовем Кришну, и Он отвечает взаимностью. Если вы примете это всерьез, то Кришна воспримет вас всерьез. До какой бы степени вы не предались этому, ответ Кришны будет не просто пропорционален этому, но поскольку Он безграничен, бесконечно могуч, то Его ответ будет бесконечен по силе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...